Добрый день, мои друзья! Я снова рада вас приветствовать в нашей онлайн-школе. И сейчас у нас с вами будет урок русского языка. Добрые слова не лень повторять мне трижды в день. Только выйду за ворота. Всем идущим на работу, кузнецу, ткачу, врачу. С добрым утром я кричу. Добрый день! Кричу я вслед всем, идущим на обед. Добрый вечер! Так встречаю всех домой, спешащих к чаю. Здравствуйте, милые дети, лучшие дети на свете. Итак, ребята, проверьте готовность к уроку, школьные принадлежности для предмета и свое рабочее место. Открываем тетрадь по русскому языку и записываем сегодняшнюю дату. Если знаешь части слова, то напишешь их толково. Запишите, ребята, этот девиз к себе в тетрадь. Это и будет наша минутка чистописания. Записываем красиво, аккуратно. Ребята, ну а мы с вами продолжаем. Давайте вспомним, о чём мы с вами говорили на прошлом уроке. Всё верно. Вы сразу вспомнили о том, что мы с вами повторяли части слова. Мы с вами говорили о том, что такое состав слова. Посмотрите, пожалуйста, на доску, на нашу помощницу-таблицу. Давайте вспомним глазами, из каких частей состоят русские слова. В них может быть приставка, корень, суффикс, окончание и ещё основа слова. Я хочу вам, ребята, подсказочку такую сказать. Окончание и основа первым делом находи. После корня будет суффикс, а приставка впереди. Сразу давайте вспомним вчерашнюю памятку. Всё верно. Первым делом мы с вами найдём окончание в слове. Потом нам легко определить основу слова. Только после этого мы с вами ищем корень слова. Находим, определяем приставку и суффикс слова. Молодцы. Ещё раз такой девиз, ребята. Окончание и основу первым делом находи. После корня будет суффикс, а приставка впереди. Молодцы, ребята. Дома вы потренировались. Разбирать слова по составу и даже составляли рассказ про каждую часть слова. А сейчас должны, ребята, мы с вами проверить свои знания. Действительно ли вы дома усердно трудились и повторяли все части слова. Для этого, ребята, я подготовила для вас небольшой тест. Но я уверена, что вы обязательно с ним справитесь. Итак, вместе со мной читаем первый вопрос нашего теста. В каком ряду дано верное определение окончания? Посмотрите, ребята, у нас три варианта ответа. Нам нужно выбрать только один правильный ответ. Читаем глазами вместе со мной. Окончание стоит после корня и служит для образования новых слов. Окончание – это общая часть однокоренных слов. Окончание стоит перед корнем и служит для связи слов в предложении. Молодцы! Я думаю, вы сразу догадались, что правильный ответ стоит под буквой А. А мы идём дальше. Следующий вопрос, второй. В каком ряду перечислены части слова? И даны четыре варианта ответа под буквой А. Итак, части слова – это существительное прилагательное, корень, окончание. Части слова – это существительное прилагательное, глагол, предлог. Дальше. Части слова – это приставка, корень, суффикс, окончание. И ещё один вариант. Части слова – это подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения. Вижу, что вы заулыбались. Конечно, вы знаете, что части слова – это вариант В. Приставка, корень, суффикс, окончание. И сюда же мы смело добавим основа слова. Молодцы! С этим вопросом справились. А мы шагаем дальше. Третий вопрос. Укажи слово, которое не является однокоренным среди данной группы. Мы с вами помним, ребята, однокоренные и родственные слова – это не только одинаковый корень, но и обязательно общее значение, общее лексическое значение. Итак, нам нужно найти слово, которое в этой группе не является однокоренным. Читаем. А – мышонок. Б – мышиный. В – смышлёный. Г – мышка. Молодцы! Тут вы справились. Конечно, слово «смышлёный» нам не подходит. Во-первых, сразу – это совсем другое значение. «Смышлёный» – это значит догадливый. А слова «мышонок», «мышиный» и «мышка» – все относятся к слову «мышь». Значит, слово «смышлёный» в этом случае будет лишним. Молодцы! А мы шагаем дальше. Ещё один вопрос, ребята. В каких рядах записаны слова с приставками? Мы сразу вспомнили. Приставка – то, что стоит перед корнем. Её присоединили, приставили. Итак, нам нужно слово с приставкой. А. Погорели. Б. Погоре. В. Заболели. Я думаю, ребята, что вы догадались, что это слова «погорели» и «заболели». Обратите внимание на слово «погоре». Почему? Мы не можем сказать, что это приставка. Давайте чётко проговорим. По-го-ре. Конечно, вы понимаете, что нет такого слова «погора». И поэтому в этом случае «по» не будет приставкой. А что же тогда в этом случае «по»? Правильно, молодцы, ребята. В этом случае «по» – это будет предлог. Совершенно отдельное маленькое слово, которое есть в русском языке и служит для образования, новых слов. И, конечно же, сегодня на уроке мы с вами должны, ребята, акцентировать внимание и вспомнить, какие же слова бывают с приставками, а перед какими словами пишутся предлоги. Давайте мы с вами по порядку ещё раз вспомним и обобщим, что ж такое приставка. Во-первых, приставка – это часть слова, которое обязательно с этим словом пишется слитно. Приставка употребляется в словах различных частей речи. Между приставкой и корнем, ребята, ни в коем случае невозможно поставить какой-то вопрос или какое-то другое слово. Её присоединили слитно к корню, и корень с приставкой мы разодрать никаким другим словом уже не сможем. Так, разобрались с приставкой. Давайте вспомним, а что ж такое предлог? Предлог, ребята, это отдельное маленькое слово. Мы с вами об этом знаем. Предлог служит для связи слов в предложении. Пишется предлог всегда отдельно со всеми словами. Никогда предлоги не пишутся возле глаголов. Они с ними просто не дружат. Между предлогом и словом можно вставить другое слово или поставить вопрос. Давайте, ребята, посмотрим на два предложения, которые я для вас приготовила. Первое предложение. Рано утром я гулял по весеннему лесу. И второе предложение. Рано утром я побежал в весенний лес. Давайте будем разбираться. И в первом предложении, во втором предложении у меня есть «по». Но в первом предложении «по весеннему лесу», а во втором предложении «побежал». Итак, ребята, в первом предложении, как вы уже догадались, конечно, «по» будет предлогом. Оно написано отдельно со словом «весеннему». А во втором предложении «побежал» – «по» – это будет приставка. И пишется слитно в слове «побежал». Давайте посмотрим на предлог и слово «по весеннему». Я попробую задать вопрос «по какому весеннему?» Вот она, отгадка. «По» в этом случае будет предлог. Давайте поговорим про слово «побежал». «По» – мы с вами не можем никакое вставить слово, потому что в этом случае «по» будет приставка. Молодцы! Дома, ребята, я вас попрошу тоже составить каких-нибудь два интересных предложения. Но так, чтобы в первом предложении был предлог, а во втором предложении точно такая же, но уже была приставка в слове. Я думаю, что вы обязательно справитесь. А если вы еще и подключите своих родителей поиграть в составление таких интересных предложений, что, думаю, тогда точно у вас все пройдет на ура. Итак, ребята, мы с вами сегодня вспомнили, поговорили о том, что такое приставка и что такое предлог. Я думаю, что все это у вас действительно освежилось в памяти и встало на свои места. Итак, посмотрите, пожалуйста, на доску и выберите начало какого-нибудь предложения, которое вам особенно нравится. На уроке я чувствовал себя уверенно, да? Я с вами полностью согласна. Ребята, на этом урок русского языка у нас с вами завершен. Встаньте, немножко отдохните. И через несколько минут я снова вас жду. Спасибо. Остров Робинзона Круза Остров Робинзона Круза Остров Робинзона Круза облачко чилийский котеночек кот-кот. Добро пожаловать на остров Робинзона Круза. Остров? Как мы оказались на острове? Мы же летели в Германию. И где мои друзья? Хм, я никого кроме тебя не видел. Но мы можем с тобой отправиться на поиски и разыскать их. Так же, как когда-то Робинзон, оставшийся на острове один, нашел здесь себе верных друзей. Да, хорошая идея. С чего бы начал Робинзон? Случись и с ним такое. Наверное, шляпу сделал он, чтобы спастись от зноя. Я сомневаюсь, что моряк стал мастерить сомбреро. Да ладно, пусть все будет так. Пошли искать друзьеру. Бывают в жизни огорчения, проблемы вдруг со всех сторон. Не унывай, найдешь решение, как делал славный Робинзон. Сделал Робинзон, и я смогу, как он. Построил Робинзон, я тоже смогу, как он. Сделал Робинзон, и я смогу, как он. Построил Робинзон, я тоже смогу, как он. А ты знаешь, например, где какая сторона света? Пока еще нет. На востоке солнце всходит, это правая рука. Запад, солнышко заходит, это левая рука. Пред тобою будет север, позади маячит юг. Светит, греет, все находит, солнышко наш лучший друг. Сделал Робинзон, и я смогу, как он. Построил Робинзон, я тоже смогу, как он. Сделал Робинзон, и я смогу, как он. Построил Робинзон, Я тоже смогу, как он Я тоже смогу, как он Я тоже смогу, как он Ола! Здравствуй! Мы пчёлы рода Чикола С островов в Чили Откуда ты, необычная пчёлка? Таких, как ты, мы никогда раньше не встречали Здравствуйте! Меня зовут Жужу Мы с друзьями путешествуем по миру В поисках чудесного Добринопонимателя Но попали в ураган И потеряли друг друга Вы их не видели? Но, к сожалению, кроме тебя Мы никого не встретили Но знаем способ, как нам их найти Полетели с нами? Мама? Я? Нет, я... Я не черепаха, я шарик Ох, а то я уже подумал Какая у нас странная мама Ага, всё в каких-то картинках Ха-ха, это странный Всё, что есть на земле Нарисовано на мне Ух, как интересно! Расскажите! Да, да, расскажите! Расскажите! Чайка! Она хочет напасть на нас! Где же мама? Не бойтесь, малыши Я не дам вас в обиду А ну-ка ж, ищи себе поживу в другом месте Спасибо вам, круглый герой Малыши! Малыши! Где вы? Мама! Мы здесь! Ох, как я рада, что с вами всё в порядке Спасибо, что не дали черепашат в обиду Как я могу отблагодарить вас? Пустяки! Не нужно ничего Мне бы только понять, где я оказался Здесь, в Южной Америке Вот это нас забросило! Мне нужно срочно разыскать своих друзей Давайте я прокачу вас вдоль побережья Может быть, мы встретим их? Что это было? Это что за чудеси рогатые, которые нас сюда забросили? Это большой злодей Ему не понравилось, что мы никак не можем опередить Ринату с её друзьями И захватить Добрин-пониматель И он думает, что сделал лучше? Теперь совсем не ясно Нигде мы, нигде они Не напоминайте мне об этом ужасном урагане У меня от такого стресса аппетит разыгрался Чувствуете, жареным чем-то запахло? Я надеюсь, что вы отдохнули Сделали какие-то физические упражнения И готовы настроиться на следующий урок А следующий урок у нас с вами урок математики Проверьте, пожалуйста, своё рабочее место Удобное ли ваше рабочее место? Итак, начинаем урок математики Думать коллективно Решать оперативно Отвечать доказательно Бороться старательно И открытия вас ждут обязательно И я желаю вам, ребят, чтобы эти открытия Происходили для вас на каждом математическом уроке Ну а мы с вами, как обычно, начнем нашу математику С устного счета Итак, первое задание Сосчитайте цепочку примера И узнайте, что съест наш друг Карлсон на ужин Прочитайте пример про себя А теперь мы с вами должны разобраться Конечно, первое действие мы будем отнимать в скобках И поймем, что получится у нас 700 Второе действие мы будем делить по порядку на 10 И получим с вами 70 И завершим мы наш пример умножением А если мы 70 умножим на 15 То получим 1050 Оказывается, Карлсон выберет и скушает на ужин Вкусную ватрушку с ягодной, с северной ягодой брусника Молодцы! Идем дальше Читаем задачу, ребята Прошла 1,5 часть века И еще 2 года Сколько это лет? Давайте разбираться Мы с вами знаем, что век – это 100 лет Прошло 1,5 часть века Значит, 100 мы с вами разделим на 5 Молодцы! Получим 20 И прибавим еще 2 года В результате получим Прошло 22 года Молодцы! И с этой задачкой справились Идем дальше Читаем задачу В саду росло 98 деревьев 2 седьмых всех деревьев Были яблони Сколько было яблонь в саду Из всех этих деревьев? Итак, росло 98 деревьев всего 2 седьмых были яблони То есть делим 98 сначала на 7 И понимаем, что получится 14 14 умножаем на 2 И понимаем, что получится у нас 28 деревьев Яблонь растет в саду Молодцы! И еще одна задача, ребята Туристы были в походе 4 часа Одну третью этого времени Они плыли на байдарках Сколько времени туристы Плыли на байдарках? Мы сразу с вами должны вспомнить Что в одном часе 60 минут А здесь у нас 4 часа 60 умножим на 4 И получим целых 240 минут Были туристы в пути А одну третью этого времени Они плыли на байдарках Значит, если мы 240 с вами разделим на 3 То легко знаем, что на байдарках Туристы плыли 80 минут И с этой задачей справились Молодцы! Ну а мы идем с вами, ребята, дальше Давайте вспомним Какую сложную тему Мы с вами начали изучать на прошлом уроке Верно! Мы с вами начали изучать Деление столбиков на двузначное число На прошлом уроке мы подробно разбирали примеры Как же правильно нам разделить Давайте с вами посмотрим еще раз глазами на памятку И вспомним, как же нам разделить на двузначное число Итак, первый шаг Нахожу первое неполное делимое Ставлю точку в частное Второй шаг Определяю количество цифр в частном Сколько же цифр будет в частном На прошлом уроке мы с вами выясняли Что это будет всего лишь одна цифра Дальше Определяю или подбираю первую цифру частного Но это пробная цифра Помните, мы с вами об этом говорили Эту пробную цифру на черновике Я проверяю умножением И пробую, подходит ли данная пробная цифра Мне в частное Если у вас все хорошо умножилось Значит, цифру частного вы подобрали верно Если что-то не получается Значит, нужно, ребята, начинать сначала Давайте посмотрим на доску И увидим там два примера Попробуем разобраться с этими примерами Еще раз подробно Записывая к себе в тетрадь вместе со мной Итак, готовы? Записываем вместе со мной первый пример 492 разделить на 82 Вспоминаю Делимое, делитель Под чертой будет частное Итак, начинаю определять Сколько же цифр у меня будет в частном 4 разделить на 82 невозможно 49 разделить на 82 невозможно Потому что это меньше И только 492 мы сможем разделить на 82 Значит, в частном будет одна цифра Молодцы! Итак, попробую 492 разделить пока на 80 Значит, для этого 49 разделю на 8 Понимаю, что в таблице умножения на 8 Числа 49 нет Но есть число 48 48 разделить на 8 получится 6 Но мы-то с вами помним, что 6 – это пробная цифра Для этого на черновичке или в блокноте Попробую выполнить проверку умножения 82 умножу на 6 И понимаю, что получается 492 Значит, цифра 6 нам подходит Записываю смело цифру 6 в частное Молодцы! Попробуйте, ребята, второй пример разобрать самостоятельно Глядя на этот пример, мы сразу можем догадаться Что в частном будет тоже одна цифра Работаем! Не забываем проговаривать алгоритм решения таких примеров Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами попробуем делить столбиком Продолжаем учиться делить столбиком на двузначное число И сегодня мы с вами попробуем разобрать Деление столбиком на двузначное число с остатком Мы с вами умеем делить с остатком Делили много раз А вот такие примеры такого вида Мы с вами попробуем сегодня в первый раз Итак, читаем пример вместе со мной. 324 мне нужно разделить на 62. 324 делимое, 62 делитель мне нужно будет найти частное. Для этого определю количество цифр в частном. 3 разделить на 62 невозможно. 32 разделить на 62 невозможно. 324 разделить на 62. 2 могу. Значит, в частном будет всего лишь одна цифра. Начинаю делить. Для этого попробую 324 разделить пока на 6. На 60. Итак, пробую в частном цифру 5. Ведь мы с вами знаем, 62 при умножении на 5, если мы с вами умножим столбиком, то получим 310. Пишем по 324, 310. То, что мы с вами сделали при умножении. А теперь, ребята, посмотрите. 324 и 310. Совершенно разные числа. Давайте их отнимем. Если мы отнимем 324 и 310, то мы видим, что у нас осталось 14. А больше нам сносить нечего. Значит, 14 – это будет остаток. Посмотрите еще раз. Делимое – 324. Делитель – 62. Частное будет 5. А 14, ребята, это остаток. То есть при делении на двузначное число примеры с остатком будут делиться так же, как и при делении на однозначное число. Самое главное, вы должны помнить правило, ребята, что остаток у нас должен быть меньше делителя. Верно. Пожалуйста, это правило при делении примеров с остатком не забывайте. Ребята, в учебнике на странице 85 вы найдете подробное объяснение вот таких вот примеров деления с остатком. Запишите их, пожалуйста, к себе в тетрадь и проговаривайте алгоритм, как же выполнить деление. Давайте вместе со мной разберем первый пример. 526 разделить на 74. Определяю количество цифр в частном. 5 разделить на 74 невозможно. 52 разделить на 74 невозможно. Значит, 526 буду делить на 74. В частном будет одна цифра. Попробую 526 разделить пока на 70. 52 разделю на 7 для этого. И понимаю, что самое ближайшее число – это число 49. 49 разделю на 7, получаю 7. Для этого сразу помощник черновик, так как это цифра пробная. 74 умножу на 7. И понимаю, что получится 518. 518 меньше, чем делимое. Значит, смело пишу под делимое. И выполняю вычитание. 526 отнимаю 518 и получаю 8. Больше сносить нечего. Значит, это у нас остаток. Ещё раз. Делимое – 526. 74 – делитель. 7 – это делимое. А 8 – это будет остаток. Дома, ребята, очень внимательно потренируйтесь, поучитесь выполнять примеры деления столбиком на двузначное число с остатком. Можно привлечь для этого родителей и рассказать им алгоритм деления на двузначное число с остатком. Я думаю, что вы обязательно с этим справитесь. Ещё раз я напоминаю, ребята, что мы с вами начали изучать сложную тему – деление столбиком на двузначное число. И мы с вами пока это только учимся. И я уверяю, что всё у вас ещё впереди. Посмотрите, пожалуйста, на слайд и выберите понравившееся для вас предложение. Я похвалил бы себя за... Сегодня я вспомнил. Сегодня я учился. Да, ребята, сегодня мы с вами учились все делить столбиком на двузначное число не просто, а с остатком. Дома, я ещё раз говорю, обязательно потренируйтесь. А я вам говорю спасибо за урок. Урок математики завершён. До новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова